Привет! В данном видео я расскажу, как установить кошелек MetaMask на свой браузер Chrome, а также как купить криптовалюту ETH и отправить ее на свой кошелек MetaMask. Переходим в настройки браузера, дополнительные инструменты, расширение. В левом верхнем углу нажимаем на главное меню и открыть интернет-магазин Chrome. В поле поиска вводим MetaMask. Нас интересует вот это вот расширение. Нажимаем кнопку «Установить» и в выпадающем окошке нажимаем «Установить расширение». Теперь нажимаем на значок, который появился в нашем браузере и нажимаем кнопку «Try it now», то есть попробовать сейчас. Здесь нажимаем кнопку «Продолжить». Теперь нам нужно придумать пароль, подтвердить пароль и нажать кнопку «Create», то есть создать. Нам генерируется уникальная картинка, которая будет присвоена нашему аккаунту. Нажимаем кнопку «Next», то есть далее. Здесь читаем условия использования. Нажимаем кнопку «Accept» — «Принять». Еще раз «Принять» и еще раз «Принять». Теперь приготовим блокнот и нажимаем на вот этот замочек, чтобы увидеть секретные слова. Эти 12 секретных слов являются нашим приватным ключом, который необходим для восстановления кошелька в случае, если мы забудем пароль или если нам нужно установить этот кошелек на другом компьютере, а также для того, чтобы импортировать кошелек в другой MetaMask. Копируем слова и нажимаем кнопку «Next». Далее в это поле нам нужно ввести вот эти вот слова в том порядке, в котором они изначально нам предлагались в окошке с кодовой фразой. Запоминаем три первых слова и вводим их в том же самом порядке. Если мы правильно вверили слова, то высвечивается кнопочка «Confirm», то есть «Подтвердить», и мы попадаем в свой кошелек. Здесь копируем адрес эфир кошелька. И для того, чтобы пополнить MetaMask, нам понадобится обменник. Я рекомендую пользоваться обменником BestChange, потому что здесь очень много направлений, и вы можете выбрать из списка всех обменников то, что подходит именно вам. Например, Сбербанк, Эфириум. И здесь высвечиваются все обменники. Также обратите внимание на отзывы. Они должны быть положительные. И, конечно, их должно быть много. Для примера я покажу, как купить Эфириум за доллары платежной системы Advanced Cash. Выбираю в левом столбике Advanced Cash Доллары, в правом – Эфириум. Мне высвечиваются все обменники. Выбираем самый выгодный курс. И здесь также указана минимальная сумма, на которую можно приобрести Эфириумы. Давайте выберем вот этот от одного доллара. Давайте купим 1 миллион Сатоши Эфириум. Это нам будет стоить 1 доллар 13 центов. В это поле мы вставляем адрес от Эфир кошелька, который мы скопировали в Метамаске после его создания. Вводим email, код с картинки и нажимаем обменять. Нажимаем кнопку оплатить через Advanced Cash. Платеж успешно осуществлен. Продолжить. И теперь мы можем мониторить статус операции обмена. Для этого в своем кошельке Метамаск нам нужно нажать на опции аккаунта и View in EtherScan. То есть просмотр в EtherScan. Как видим, нет сейчас никаких операций. Давайте немножко подождем. На обменнике уже отобразился хэш сделки. По EtherScan мы также видим, что 30 секунд назад прошла эта транзакция. И на Метамаске уже отобразилась сумма в 1 доллар. Обратите внимание, что здесь комиссия по сети Эфириум была включена в сумму покупки Эфириум. Поэтому всегда покупайте немножко больше. И на самом Метамаске всегда имейте какое-то количество Сатоши Эфириум для оплаты комиссии. Давайте теперь выведем из этого кошелька имеющиеся у нас Эфиры. Для этого нам нужно нажать кнопку отправить. Нам понадобится также адрес получателя. То есть адрес другого кошелька для Эфириума. Итак, я уже скопировала адрес моего кошелька, на который я буду отправлять денежки. И в Метамаске здесь сразу отображается автоматически необходимая сумма Сатоши Эфириум, которую мы должны будем заплатить за комиссию. Это очень удобно. Здесь мы можем выставить сумму, которую мы хотим отправить. Например, 0.09. А можем нажать кнопку максимум. И тогда вся сумма, которая есть на балансе, за вычетом комиссии, установится в это поле. И нам всего лишь нужно будет нажать кнопку далее. Здесь нажимаем подтвердить. И видим, что наша операция отобразилась в истории операции данного кошелька. По Эзерскан мы также видим эту операцию. И здесь одна входящая транзакция и одна исходящая. Также мы получили подтверждение от браузера Google. И на нашем Метамаске данная транзакция стоит в статусе подтвержден. И на балансе 0. Этот кошелек очень удобен в использовании. И плюс вы полностью владеете эфирами, которые находятся на кошельке, который вы сами создали. Так как у вас имеется приватный ключ. И вы можете его использовать для восстановления доступа к вашему кошельку. Давайте сейчас выйду из аккаунта. Нажимаем на картинку и кнопку выход. И предположим, что я забыла пароль от данного кошелька. Но у меня есть ключевая фраза. То есть приватный ключ, который я настоятельно рекомендую вам записать в нескольких местах. И надежно спрятать от посторонних глаз. Итак, у меня имеется сид фраза, которую мы ранее скопировали в блокнот. Она мне сейчас понадобится, поэтому я ее копирую. И при попытке входа в данный кошелек MetaMask, я нажимаю кнопку импортировать ключевую фразу. В это поле ввожу скопированные слова, устанавливаю новый пароль и нажимаю кнопку Restore, то есть восстановить. И я снова нахожусь в своем аккаунте. Также в этом кошельке можно создать дополнительный адрес. Для этого нажимаем на картинку и нажимаем создать счет. Мы можем его как-то назвать. И нажимаем создать. И теперь в нашем кошельке MetaMask имеется два аккаунта с двумя разными адресами, но с одной ключевой фразой. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их под видео в комментариях. Я надеюсь, что информация в данном видео была для вас полезной. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Екатерина и до новых встреч на канале! Субтитры создавал DimaTorzok